Всем привет, дорогие друзья! С вами Александр и сегодня мы с вами поговорим о коляске от компании Spiro. Моделька называется Only Way. Это проглочная колясочка с реверсивным блоком, которая весит совершенно немного, чуть более 11 килограмм, друзья. Для такой всесезонной колясочки, замечу, с реверсивным блоком это очень хороший показатель, друзья. Давайте теперь в двух словах технические характеристики вам назову, точные будут в описании. По ссылочке пройдите, там миллиметры, сантиметры и в комментарии, пожалуйста, не пишите, какая там длина сидушки и тому подобное. Все это есть по ссылке в описании, детально. Ну а мы, собственно, пробежимся по основным ее параметрам. Spiro это польский бренд, друзья. Гарантию производитель дает год. Вес, как я говорил, там чуточку больше, чем 11 килограмм. Спинка здесь очень хороший показатель наклона спинки. 100 и 170 градусов. Это шикарный показатель. Производитель заявляет, что можно ее эксплуатировать с трех месяцев до 22 килограмм веса ребенка. 59 у нас, 59 сантиметров у нас ширина колесной базы. Поэтому в любой лифт вы спокойно везде заедете, друзья. Также давайте посмотрим, что идет в комплекте. Идет накидочка на ножки. Встроенная в капюшон, кстати, здесь москитная сеточка. Анти-москитная сетка. Оригинальный подстаканник, друзья. В принципе, прикольно. Шасси. Есть вариант гелевыми колесами или надувными колесами. Ну и корзина для покупок, естественно. Так, собственно, друзья, давайте изучать сверху вниз. Сейчас у нас прогулочный блок стоит против хода движения. Напомню, можно его поставить и по ходу, и против хода. Делается это очень просто. Здесь две кнопочки нажимаем и, собственно, поворачиваем. Давайте я сейчас разверну к вам лицом, потому что вам будет так лучше это все видно. И так будем обозревать. Начнем сверху вниз. Сразу хочу заметить, какой здесь большой, действительно большой козырек. Он покрывает все задачи. Всегда вы просите, чтобы я показал вам полностью в опущенном состоянии козырек. Вот, пожалуйста, наблюдайте. В подобной конструкции, когда козырек одет сверху и мы опускаем, мы видим, что он опускается вместе со спинкой, тем самым уходя наверх. И не так далеко он опущен в лежачем состоянии. Ну, вот такая вот конструкция, друзья. Этим придется пожертвовать, потому что блок здесь реверсивный. И никуда от этого не деться. Бывает реверсивный блок коляски там более крупных, где еще стенка вся задняя закрыта, но там другая совершенно конструкция. Поэтому здесь как-то так. Есть у нас также смотровое окошечко сверху с москитной сеточкой. Все хорошо. Регулируется все это с помощью вот кнопочки здесь. И еще хочу заметить, что в козырьке у нас есть еще возможность вот так открыть полностью. И здесь у нас москитная сеточка. Летом будет очень даже актуально этим пользоваться. Козырек у нас большой. Ткань здесь, друзья, очень толстая, плотная. Она абсолютно непродуваемая. Очень долго держит влагу. Поэтому дождевик вам понадобится не сразу. Она достаточно долго будет держать дождик. Ну вот эта часть козырька заворачивается внутрь. Так, смотрите, что касается самого сидения. Вот те самые 100 градусов. Это капитанская посадка. Ребенок назад не завален. И комфортно себя будет чувствовать. Потому что многие дети, заваленные когда назад, они подтягиваются, держатся за бампер, просто сидя вертикально. Не очень это хорошо. Так, пятиточные ремни. Мягкие накладки везде и на паховой зоне. Естественно, бампер у нас тоже откидывается как калиточка вниз, как створка. И не мешает для посадки. Все хорошо. Что касается подножки. Что мне нравится? Я это всегда ценю в колясках. Когда вот эта часть, она сделана из эко-кожи. Потому что здесь всегда грязные ботиночки. И это нужно протирать. Здесь без проблем. Ступенька для ножек. Все как полагается. Вот. Что касается сидушки. Разобрались. Единственное, хочу заметить. Вот здесь очень классная ткань. Прям вот, не знаю, она такая приятная. Приятно трогать. Вот за материалы. Здесь я ставлю 10 из 10. Учитывая стоимость. Все очень хорошо. Так, пойдемте, друзья, дальше. Начнем смотреть на ручечку. Кстати, вот этот комплектный подстаканник. Кстати, когда складываем, его нужно будет снимать, чтобы он не мешал. Это я вам покажу. Ручка здесь телескопическим образом регулируется. У меня 186 рост. Мне большинство ручек подходит. Но имейте в виду, когда ручка регулируется телескопическим образом, при высоком росте, я выдвинув ее максимально назад на себя, я держусь, когда я дальше от коляски нахожусь. И я при очень быстром темпе ходьбы не пинаю коляску. Все супер сделано в этом отношении. Эко-кожа на ручке, мягкая, приятная. Вопросов нет. Так, теперь, друзья, давайте посмотрим на основание, что у нас с шасси. И, кстати, насчет сборки хочу сразу сказать. Espeiro один из самых таких вот брендов, которые славятся своей хорошей надежностью. И даже если что-то у вас случилось, сервисы, ребята очень лояльно, быстро все вопросы решают. Поэтому вот все в этом плане реально очень хорошо. На самом деле это немаловажный момент, чтобы вы же с коляской и не мучились. Вот. Что касается сборки, все хорошо. Давайте посмотрим на передний антишок. Есть. Сзади у нас, соответственно, тоже есть амортизация. Причем сзади очень большой ход. Поэтому на бездорожье она себя чувствует достаточно комфортно. Сразу хочу заметить, что багажник здесь закрытого типа. Видите, да, он полностью с крышкой. Но это все на замочке. Это все можно открыть, понятное дело. Но если, например, у вас вот эта верхняя часть закрыта, у вас остается вот эта секция, которую открываем. И можем туда кидать кучу всего. Высокие борта, он очень глубокий, вместительный. Накидайте кучу всего, без проблем. Что касается тормоза, самый классный. Вы все время подошвой снимаете из тормоза и ставите на тормоз. Никогда не портите обувь, не пачкайте, не корябайте. Вообще прекрасно. Так, собственно, сейчас давайте посмотрим на накидку на ножки. Опс. Вот накидочка, друзья. Она очень глубоко сделана. Чтобы мы, когда закрываем ребеночка, она запылилась чуть-чуть. Так, чтобы не поддувало у нас снизу, у нас идет такой глубокий нахлёст на основании. И полностью закрываем ребеночка. Опустили козырек, и он полностью как в танке там спрятан. Все хорошо. В общем, накидочка тут классная. Она непромокаемая, непродуваемая. Видите, у нас здесь даже замочки по бокам. В общем, накидка полностью защитит ребенка от непогоды без проблем. Так, давайте взглянем, как ее сложить. Коляску эту нужно складывать, когда вы ее развернете лицом к вам. Тогда она сложится вместе с прогулочным блоком. По отдельности, естественно, она складывается без проблем. Но если хотите, не снимая блок, нужно обязательно повернуть к вам. Чтобы это сделать, здесь вот есть ручка, которая регулирует наклон. Но еще есть одна маленькая кнопочка, которую оттягиваем. Плюс ручка и толкаем вперед. Вот таким образом. Убираю отсюда под стаканчик, потому что он может зацепиться и улететь. Вот, потом опущу вот так вниз ручку. Здесь две кнопочки в этом месте. Нажимаю, тяну на себя и ручка опускается. Потом перехватываюсь, перехватываю вот здесь. До щелчка и получаем вот такую компактную конструкцию. Для коляски, повторюсь, которая реверсивная, полноразмерная, вседорожная. Это очень хороший показатель. Очень компактненько, аккуратненько. Все по красоте, друзья. Сделано, ноль вопросов. Просто есть очень много людей, которые хотят возить ребеночка против хода движения достаточно долго. И после полугода тоже. Поэтому и существуют вот такого рода колясочки прогулочные. Все нужно до щелчка сделать, тогда все встанет на свои места. И среди отдельных прогулочных колясок с реверсивным блоком очень мало компактных, аккуратных колясок. И Аспира в этом плане вот как раз таки дали то, что нужно обычно родителям. Блок не гамаком, полностью лежачий, 100 градусов, 170, покрывает по сути все задачи. Большой козырек, хорошие ткани, хорошие шасси. В общем, придраться особо действительно не к чему. Еще бы она складывалась в обе стороны вместе с прогулочным блоком, было бы тогда, наверное, вообще хорошо. Но в целом, в принципе, претензий у меня нет. Бренд достойный, коляска интересная, друзья. Если ищете для карапузика с трех месяцев, у вас там сейчас в лето дело, например, идет, и вы хотите быстрее с люльки пересесть, чтобы не возить с собой большую люльку, пожалуйста, очень достойный для этого вариант, друзья. Ссылка, напоминаю, внизу в описании на нее есть. Можете там пройти, заказывать смело. Можете даже две коляски на выбор заказать прогулочный, вам курьер привезет. Вы посмотрите одну, вторую. Какая понравится, то и заберете, другую он заберет. Собственно, и все, друзья. Вопросы есть, комментарии открыты, пишите, пообщаемся там. Но вам хорошего, грамотного выбора. Всем пока!